Государство Израиль отметило свой 75-летний юбилей. К празднованию Дня Независимости присоединилась Россия. Центральное мероприятие прошло в Москве. Подробности вечера у нашего корреспондента Натальи Кравченко. День Независимости Израиля праздник светский, но обладающий сакральным значением. Евреи всего мира, в какой бы стране они ни находились, радуются возрождению еврейской религиозной, духовной жизни на своей исторической родине, там, где их предки жили еще 4000 лет назад. Это не просто так отмечается в синагоге, потому что происходит здесь что-то божественное. Всевышний собирает своих сыновей, собирает свою историческую родину, строит свое государство еврейское. И вся еврейская община в России рада этому. Празднование 75-летнего юбилея организовало руководство образовательного центра Торо Митсуон. Вечер посвятили одной из основательниц еврейского государства Голди Мейер. 20 июля 1949 года мы подписали последнее соглашение о прекращении огня в Сирии. Конечно, это очень волнительно, потому что это мероприятие очень важное для нашей организации. И я чувствовала большой груз ответственности. Мне хотелось, чтобы оно было на уровне, чтобы оно прошло на ура. Билана Шахар уже 7 лет возглавляет еврейское агентство «Сахнут» в России. Когда-то она защищала историческую родину, служила в армии в отделе образования. А в этом году стала соорганизатором праздничного вечера. Мы празднуем очень важный день для еврейства, для всего, для всех евреев, не имеет значения, где они находятся. Есть у нас государство Израиль, и это нам очень важно праздновать и дать всем возможность почувствовать, что Израиль для всех. День независимости – праздник, сочетающий в себе слезы и улыбку, печаль и радость. Эту дату всегда предваряет День памяти павших воинах за Израиль и жертв террора. В чем-то есть сущность этого праздника, что те, которые погибли, дали нам возможность радоваться. И радоваться надо вместе. Борис Буклан сейчас возвращается к своим корням. Около года ходит на занятия в хоральную синагогу, изучает историю еврейского народа. На день рождения Израиля он пришел с супругой. В течение года я узнал, что для евреев, что значит для евреев праздники. Это история. История именно возрождения, ну вообще жизни евреев, возрождения, и все передается. Каждый, кто находится в России, в этот день может почувствовать единение с израильтянами. Торжественные церемонии в обеих странах идут параллельно друг к другу. Главным событием вечера стало зажжение факелов, подобно тому, как их зажигают на горе Герцля в память о 12 коленах Израиля. Этот день, думая о том, как в 45-м году, за 50 мгновений весны до победы, в этом зале впервые вспоминали жертв катастрофы. И так как умеют помнить и чтить память этих людей Израиля, это знак Всевышнего. День независимости – единственный официальный нерабочий день в Израиле, когда ходит городской транспорт, а религиозные жители продолжают садиться за руль. Многие выезжают за город, устраивают пикники и радуются тому, что можно проживать обычную жизнь со своими близкими на своей родной земле.